Здравствуйте, друзья! Канал Долуфин Ходбердинск, я Наталья Чугунова, и с вами у вас политический консультант, политический советник, плотно сотрудничающий с администрацией президента Олега Анатольевича Матвеевича. Здравствуйте, Олег Анатольевич! Здравствуйте! На прошлой встрече мы затронули тему послов. Олег Анатольевич, какая роль английских послов, английских врачей в нашей истории? Да, я обещал, что обязательно расскажу эту интересную историю, но когда вот сегодня так думал о том, как буду все это рассказывать, понял внезапно, что нужно рассказать какие-то другие еще интересные сведения, чтобы было совсем понятно, откуда что берется, откуда какие традиции. Заодно пришлось мне, конечно, понять тоже, что слишком много было вот этих вот послов и врачей, и про них не расскажешь всех даже в одной передаче. Поэтому мы сколько сможем уместимся сейчас, да, самое интересное скажем, потом какие-то вещи я прямо анонсирую, но и здесь вы увидите просто детектив, конечно, полный, даже первой серии этого детектива уже будет интересно. Вот. Но начнем мы даже не с Англии, не с России, а с далекой прекрасной Венеции, которая будет непосредственную роль играть во всех наших вот этих вот событиях. Да, дело в том, что вообще, мне кажется, что у нас историю совершенно неправильно преподают в школах, потому что мы всегда как-то учим отдельно историю других стран, да, мировую, всемирную историю, и отдельно учим историю России. И когда мы отдельно учим историю России, у людей складывается совершенно неправильное впечатление, что эта история определена как бы из самой себя. То есть вот есть какие-то проблемы, они как-то решаются, приходят какие-то другие и так далее. И вот она идет как, ну, какая-то некая определенная цепочка, да, изредка там какие-то войны возникают, да, там что-то нападают. Мы даже иногда не понимаем, что это они нападают там, вот. Ну, мы там отбиваемся, да, но в основном она как бы идет одна. И складывается вот это ложное впечатление, оно до сих пор у большинства людей в нашей стране, что, ну, как вот там рассуждает обычный там человек там, типа, а что это вот Путин вот так и так не сделает, да? Вот взял бы и сделал там, пенсии там повысил или еще что-то такое, да? Или, а почему мы вот то-то, то-то, что-то не делаем? Такое ощущение, что мы одни на планете живем, вообще не понимаем, что есть что-то мы можем, чего-то не можем, с кем-то мы связаны, а с кем-то не связаны, да? От кого-то мы зависим, причем критически, от кого-то не зависим совсем, да? Кто-то от нас зависит. И вот эти международные отношения на самом деле являются в значительной степени определяющими. То есть европейская политика, как минимум последние тысячи лет, это взаимозависимая такая история. И только из этой политики можно понять действия там и наших государей, и многих других и так далее. А если мы этот контекст не учим в школе, а просто рассказываем, вот пришел такой-то царь, там отменил крепостное право, или там ввел крепостное право, издал такой-то закон, не издал, то совершенно непонятно, чего это он вообще такие вещи делает, и почему это нельзя было сделать сто лет назад или пятьдесят лет назад. Вот. Почему вдруг у кого-то какие-то там докторины появились, что он вдруг решил, что там Москва-Третье Рим и прочее. В общем, все это только можно понять из контекста. И когда мы с вами разговаривали про Невского, а у нас в этом году, вы помните, да, какая годовщина Невского отмечается, у нас ролик с вами записан про Невского. Помните, я начинал с того, какой был вообще, говоря, контекст, что вообще-то говоря, знал Невский прекрасно о том, что только что, ну совсем недавно, да, там, идут крестовые походы, и вообще пал Константинополь, да, и что Константинополь, великий царьград, да, от которого там христианскую веру мы получили и прочее, он, его захватили крестоносцы, да, и эти крестоносцы с севера идут на нас уже, и, в общем, конечно, у него там свое совершенно понимание, что вообще происходит в мире.